МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Индекс программа ПОСФАКТУМ. Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. Координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией состоялось в нашем городе. В ходе совещания были рассмотрены основные причины и условия совершения на территории Барановичского региона умышленных тяжких преступлений. Подробнее об этом в нашем сюжете. 23 декабря под председательством Барановичского межрайонного прокурора Александра Корлюка состоялось координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией в Барановичском районе и городе Барановичи. Главный вопрос заседания о причинах и условиях, способствовавших совершению на территории Барановичского региона преступлений, связанных с умышленным причинением гражданам тяжких телесных повреждений убийствами. Эффективность деятельности субъектов профилактики по стабилизации криминогенной ситуации в регионе. Предупреждение о преступлении против жизни и здоровья граждан. Участие в мероприятии приняли члены координационного совещания, силовые структуры, субъекты профилактики региона, руководители предприятий города и района. По итогам 2019 года на территории Барановичского региона отмечается снижение общеуголовной преступности. Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Уменьшилось количество краж. Благодаря слаженным действиям всех субъектов профилактики отмечается снижение хулиганств и преступлений, совершенных в общественных местах. Вместе с тем, к сожалению, необходимо констатировать факт наличия негативных тенденций, ряда негативных тенденций. По городу Барановичи возросло количество убийств, а количество преступлений, связанных с причинением граждан тяжких телесных повреждений, является одним из высоких Брестской области. По Барановичскому району также отмечается рост насильственных преступлений. Заместитель Барановичского межрайонного прокурора Инна Данильчик акцентировала внимание на искоренении алкоголизма, социальной адаптации лиц, освободившихся из мест заключения. Наметившаяся тенденция роста, количество погибших людей в результате совершения тяжких насильственных преступлений вызывает серьезные опасения, отметила заместитель. В результате, в декабре, на территории города совершено оба убийства, два факта тяжких телесных повреждений, в районе совершено один факт тяжких телесных, не только за один месяц, это еще не было. При этом проведенный анализ показывает, что подавляющее большинство количества тяжких насильственных преступлений в регионе совершено лицами, ведущими антиощественными преступлениями, и в связи с этим, проявляющими обвеси в норме декабрядации личности. В профилатуре, в зависимости от 2019 года, проведены многочисленные контрольные надзоры и проверки выполнения студентами профилактических регионов в комитете Сомера, направленных на убеждение насильственных преступлений. Подвел итоги совещания Александр Корлюк, потребовав от участников заседания в 2020 году продолжать совместную профилактическую работу по недопущению совершения тяжких преступлений и преступных посягательств, усиления мер, направленных на излечение лиц от алкоголизма. С целью упреждения противоправных посягательств предложил повысить уровень взаимодействия всех учреждений и организаций, владеющих хоть малейшей информацией о проявлениях семейного насилия. Наша цель сегодня выяснить причины и условия сложившейся недоброжелательной криминогенной обстановки и принять решение, конкретный комплекс мер, своего рода дорожную карту по конкретным действиям каждого субъекта профилактики, представителя государственного органа, органов исполнительной власти по стабилизации криминогенной обстановки и недопущению роста подобных преступлений впредь. Совещанием рассмотрен вопрос о внесении предложения в депутатский корпус о совершенствовании законодательства, регламентирующего прохождение принудительного лечения от алкоголизма по приговору суда. Житель Барановичей спровоцировал аварию в Бобруйске, в результате которой была сбита пенсионерка. Авария произошла около 13.00.19 декабря. В Бобруйске 21-летний житель Барановичей на автомобиле МАЗ, поворачивая на перекрестке на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Charan. От удара Volkswagen откинула за пределы проезжей части, где иномарка сбила 62-летнюю пенсионерку, которая находилась на тротуаре и собиралась перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пострадавшую госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Пьяный водитель-бесправник сбил осветительный столб. ДТП произошло поздно вечером 22 декабря на улице Вильчковского. За рулем автомобиля Renault Laguna находился 26-летний житель города Барановичи. Молодой человек ехал по улице Вильчковского со стороны улицы Бадака, направляясь в сторону улицы Советской. Согласно показаниям водителя, он двигался со скоростью около 120 км в час. Проезжая по улице Вильчковского, водитель не учел погодные условия, а также превысил допустимую скорость движения, из-за чего не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. От удара при столкновении автомобиль разорвало на три части. Во время ДТП ни пешеходы, ни сам водитель не пострадали. Сотрудникам ГАИ молодой человек рассказал, что вечером накануне ДТП он употреблял спиртные напитки. Выпил примерно 300 граммов водки, после чего сел за руль и поехал. Согласно данным, освидетельствование в крови у горожанина было обнаружено почти полторы промилле алкоголя. В отношении нарушителя составили несколько протоколов за управление в состоянии алкогольного опьянения, за совершение ДТП, а также за вождение без прав на управление транспортным средством. Легковой автомобиль сбил пешехода. ДТП произошло вечером 22 декабря на улице Заслонова. Автомобиль Audi A6, рулем которого находился 29-летний житель Барановичей, на улице Заслонова сбил переходившего проезжую часть в неустановленном месте пешехода. В результате наезда 32-летний горожанин получил травмы и был доставлен в реанимацию в Барановичской городской больнице. При осмотре медики диагностировали у пострадавшего тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом лобной кости. Согласно предварительной информации, водитель во время ДТП был трезв. По факту аварии проводится проверка. Назначены экспертизы. Пьяный водитель выехал навстречу в Барановичах и протаранил авто. Вечером 19 декабря на проспекте Советском произошла авария. Водитель Opel Zafira, житель Барановичей 56-го года рождения, поворачивал с улицы Минской на проспект. После маневра поворота он выехал не на свою полосу движения, а на встречную, где врезался в ожидавший зеленого сигнала автомобиль Chrysler. На место ДТП прибыли сотрудники госавтоинспекции. Состояние водителя Opel вызвало подозрение. В отдыхаемом воздухе зафиксировано 2,11 промилле алкоголя. Как пояснил виновник аварии сотрудникам ГАИ, в 18 часов того дня он употреблял спиртное в гараже на улице Кабушкина, а около 8 вечера возвращался домой. На водителя виновного в совершении ДТП составлено три протокола, в том числе за езду в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу движений и непосредственно за совершенное ДТП. К слову, мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения с 2008 года в 18 раз. 19 декабря в Баранычах пострадал пешеход. Около 18 часов 32-летний водитель ехал по улице Шевченко со стороны улицы Столовичской. Напротив дома номер 80 на нерегулируемой зебре он совершил наезд на пешехода. Вбитой оказалась 51-летняя женщина. В результате аварии жительница Баранчи госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы. Медики диагностировали у пострадавшей перелом правой бедренной кости, средней и нижней трети со смещением. Что касается виновника дорожно-транспортного происшествия, то молодой мужчина живет и работает в городе водителем. Сотрудникам ГАИ он не смог на месте предъявить медицинскую справку и оказалось есть техосмотр. Предварительно водитель был трезв, на авто установлены зимние шины. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения мужчина с 2008 года привлекался 34 раза, причем 4 раза и в текущем году. Причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода. Двое жителей Барановичского района угнали машину односельчанина и попали на ней в ДТП. Инцидент произошел в деревне Старое Войковичи. С заявлением об угоне автомобиля в милицию обратился его владелец, 65-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что накануне у него пропали ключи от машины, а потом кто-то угнал со двора и сам автомобиль. Как оказалось, кражу и угон совершили местные жители 35-47 лет, один из которых нигде не работает, а второй является сотрудником фермерского хозяйства. На угнанном автомобиле они попали в ДТП, после чего бросили поврежденное транспортное средство на территории Карелического района Гродненской области. Мужчин задержали сотрудники УГАИ Карелического РОВД. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Молодому мужчину смертельно ранили ножом в Барановичах. Трагический случай произошел поздно вечером на улице Промышленной. Сообщение о случившемся в милицию поступило от врачей бригады скорой помощи, которые прибыли на место вызова. Известно, что в одной из квартир двое знакомых мужчин распивали спиртные напитки. Потом приятели начали ругаться. Причиной вспыхнувшего между ними конфликта, по предварительной информации, стала ревность. Во время ссоры 53-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил им своего 34-летнего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте. Прибывшие медики констатировали смерть горожанина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В интернете на деньги развели жителя Барановичского района, пытавшегося устроиться на работу за границей. Жертвой мошенников стал 30-летний житель деревни Новая Мышь, который планировал отправиться до заработки в Германию. В интернете мужчина познакомился с человеком, который обещал оказать ему содействие при трудоустройстве в чужой стране, а также обещал помочь с поиском жилья. За свои услуги интернет-собеседник попросил чуть более 735 рублей, которые житель Новой Мыши перевел ему денежным переводом. Однако сразу после того, как средства были переведены, посредник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова